Терроризма в Дагестане практически нет, а те бандиты, что остались служить ИГИЛ и другим запрещенным в России организациям, это всего лишь остатки, чьи дни уже сочтены. Об этом глава республики Рамазан Абдулатипов рассказал в ходе рабочей встречи заместителю директора ФСБ России и руководителю аппарата Национального антитеррористического комитета Игорю Сироткину. Абдулатипов подчеркнул, что за последние годы не произошло ни одного теракта и отметил, что такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе всех ведомств, в том числе и федеральных. Огромную работу проводят и органы ФСБ, и МВД, Следственного комитета, прокуратура, судебная система. Вот благодаря вот такой слаженной работе мы научились, по-моему, работать по-настоящему, работать аналитически, работать в виде перспективы. Благодаря такой слаженной работе мы даже можем сказать, что мы победили терроризм в Дагестане, это означает, что мы победили терроризм в Российской Федерации. Более того, сегодня все знают, что фактически Россия является главной силой антитеррористической борьбы и в мировом масштабе. Поэтому нам очень важно продолжение этой работы, систематическое продолжение этой работы. Абдулатипов также отметил, что фактически Россия сегодня является главной силой, которая борется с терроризмом в мировом масштабе. Со своей стороны Игорь Сироткин рассказал о том, что в последние годы в регионе предпринимаются эффективные меры, приносящие конкретные результаты. На сегодняшний день, безусловно, ситуация в Дагестане отличается от того, что было несколько лет тому назад. Динамика, безусловно, позитивная, благодаря совместным нашим усилиям. Но, тем не менее, все-таки это одна из таких точек на территории, на карте нашей страны, которая продолжает требовать самого серьезного внимания со стороны руководства. Поэтому наша, очевидно, приезды сюда, совместная работа, она будет продолжать. А вот итоги проделанной работы в борьбе с терроризмом. В Дагестане подвели уже на заседании антитеррористической комиссии. За минувший год ликвидированы десятки банд-групп, в том числе главари и их пособники. Задержано около 200 человек. Заметно возросло количество профилактических мероприятий с гражданами. В основном беседы велись с вдовами, детьми и близкими родственниками членов банд-подполья. В общей сложности адресной работой было охвачено около 5000 человек. Это результат совместной работы всех структур, в том числе антитеррористических комиссий, созданных во всех 52 муниципальных образованиях Дагестана. Деятельность антитеррористической комиссии в Республике Дагестан в 2016 году осуществлялась в достаточно сложной, но контролируемой обстановке. Анализ ситуации показывает, что террористическая активность бандитов в Республике еще высока. Хотя организованная система подполья бандитско-террористического, она разрушена благодаря деятельности наших правоохранительных органов и поддержке со стороны населения. Под руководством Национального антитеррористического комитета и при координирующей роли Антитеррористической комиссии Республики Дагестан, органами исполнительной власти Республики, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти принят комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию его проявлений. Я еще раз повторяю, это совместная работа. Если бы действовали только правоохранительные органы, этого результата не было бы. Это результат то, что руководство республики, антитеррористские комиссии и в республике Дагестан и в муниципальных образованиях удалось мобилизовать все структуры, все органы власти и самое главное народ на неприятие терроризма. И в этом плане в Дагестане совершенно другая обстановка. И тот имидж якобы людей, которые борются за чистоту веры и так далее, этого уже за бандитами нет. Их воспринимают как людей несостоявшихся, как людей, которые отчуждены от общества, и которые, как людей, без перспективных, как бандитов. И нам надо в этом направлении проводить большую работу. Со своей стороны руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин отметил, что 2016 год был спокоен, но расслабляться нельзя. Необходимо бороться также с обстоятельствами, которые способствуют пополнению рядов бандитов и их пособников, отметил он. Ликвидация правоохранительными органами ряда главарей Бангру, а также подполья в Южном территориальном округе республики позволила в значительной степени разобщить и исковать их деятельность. Принятыми мерами удалось не допустить терактов и сохранить тенденцию сокращения количества совершенных преступлений террористической направленности. Вопросы, требующие в этой связи приоритетного внимания территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной власти, местного самоуправления, были обсуждены на заседаниях АТК в январе и в июле 2016 года. Они нашли отражение сегодня в содержательном докладе председателя антитеррористической комиссии главы республики Рамадзана Даджимурадовича. По итогам заседания был утвержден план работы АТК в республике на 2017 год, в котором в полном объеме учтены рекомендации аппарата НАК и предложения членов антитеррористической комиссии. В правительстве Дагестана подвели итоги реализации приоритетного проекта «Развитие эффективное государственное управление». Открыв совещание, первый вице-премьер Рамазан Алиев отметил, в 2016 году достигнуты хорошие показатели – это результат слаженной совместной работы. К примеру, на сегодняшний день доступ к услугам МФЦ имеет более 92% населения, в том числе и жители высокогорных районов. Также была организована работа по проведению эффективной кадровой политики, повышению уровня информационной открытости власти, развитию электронного правительства республики и обеспечению открытости бюджета. 295 лет со дня основания отмечает сегодня прокуратура России. Торжественное заседание, посвященное знаменательной дате, прошло в республиканском ведомстве. С праздником работников поздравил глава республики Рамазан Абдулатипов, председатель Народного собрания Хизриших Саидов. На мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. Слово Леони Парчуевой. На торжественном заседании, посвященном профессиональному празднику, прокурор республики Рамазан Шахнавазов рассказывает о проделанной работе. Так, по итогам 2016 года прокурорами выявлено свыше 86 тысяч нарушений закона и привлечено к ответственности более 10 тысяч должностных лиц. С огромным удовольствием в этот день хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за добросовестный труд и поздравить их с профессиональным праздником Днём работников прокуратуры Российской Федерации. Отдельные словоблагодарности нашим ветеранам, которые своим личным примером вносят весомый вклад в сохранение и поддержание лучших традиций прокуратуры, принимают активное участие в воспитании прокурорских кадров. Орган прокуратуры России был утверждён Петром I в 1722 году и на протяжении долгих лет неоднократно реформировался. Но основной задачей прокуратуры всегда был надзор за исполнением закона. Отмечает это в своём выступлении глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Прокуроры все эти десятилетия, около трёхсотлетия ведут работу по защите и укреплению российского государства, по защите и укреплению прав и свобод россиян. Разные формации, разные формы государственного устройства за эти столетия пережила Россия, но при этом неизменно было всегда предназначение прокуратуры, этот отзор за исполнением законов. Председатель Народного собрания республики Хизриших Саидов, выступая с поздравительной речью, в первую очередь со словами благодарности обращается к ветеранам прокурорской службы. Очень приятно сегодня видеть в этом зале ветеранов органов прокуратуры. Это люди, которые посвятили свою жизнь целиком и полностью работе в прокуратуре. Эти люди, которые остались в истории Дагестана, они вспоминают, они говорят добрые слова. Приятно очень на них смотреть. Они такие же подтянутые, по-спортивному хорошо выглядят. Пожелать я вам хочу здоровья, долгих лет жизненных, чтобы вы не порвали связи с молодыми прокурорами, проходили, обменивались опытом, наставляли их, потому что это очень рад. За добросовестное исполнение служебного долга отличившихся работников прокуратуры наградили знаками отличия, почётными грамотами и вручили именные часы. Отметили почётной грамотой в этот день и сотрудника нашей телекомпании, автора и ведущую проекта «Правовое поле» Дину Бегишиеву. Леана Парчуева, Ибрагим Магомедов, Время новостей. А теперь обо всём подробнее. Итоги оперативно-служебной деятельности правоохранительных структур за 2016 год и задачи на 2017. Эта тема стала главной на заседании коллегии МВД. Участие в нём принял глава Дагестана Рамазан Аблуатипов. По словам министра внутренних дел Абдурашида Магомедова, в прошлом году бан под полью был нанесён значительный урон. Снизился уровень тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшилось число зарегистрированных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Повысилась раскрываемость преступлений в сфере экономики. Но имели место и потери среди личного состава. В борьбе с террористами погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и 2 сотрудника ФСБ. Рамазан Аблуатипов отметил работу МВД. Так при поддержке правоохранительных органов удалось обеспечить существенный рост налоговых поступлений в бюджет. Надо больше обращать внимание, тем более вы это делаете, и больше говорить о взаимодействии с республиканскими и муниципальными органами власти. Без чёткого взаимодействия с ними, значит, успехов больших не будет. Вот главное, почему мы достигли стабилизации более или менее, из-за того, что мы начали активно взаимодействовать, не мешать друг другу, а повседневно помогать друг другу. Глава Дагестана также рассказал о планируемом форуме участковых полицейских. Рамазан Аблуатипов выразил уверенность в том, что сотрудники правоохранительных органов достойно выполнят все поставленные перед ними задачи. В рамках заседания проанализировали результаты работы ведомства за 2016 год, выявлены недостатки, выработаны эффективные пути их устранения. На заседании коллегии за содействие Следственному комитету в раскрытии преступлений и значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка Абдурашид Магомедов был награжден медалью «Доблесть и отвага». Состоялось заседание Президиума Дагестанского парламента. Депутаты обсудили предполагаемые вопросы для рассмотрения на пятой сессии Народного собрания Республики шестого созыва. Так планируется утвердить кандидатуру мировых судей на отдельные судебные участки региона. Во втором чтении депутатам предстоит принять ряд законопроектов, таких как о внесении изменений в закон об объектах культурного наследия России, расположенных на территории Дагестана, о порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Дагестана. Изменения будут внесены еще в ряд других законов региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Специалисты Центра сообщили о готовности сотрудничать в части составления схем организации дорожного движения Дагестанской столицы, разработки программ светофорного регулирования, развития систем администрирования парковочного пространства, фото- и видеофиксации. Ранее с работой Центра ознакомился президент России Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Вадим Юрьев отметил уникальность Центра, который в своем роде один из лучших во всем мире. Мы ставили камеры по-другому в Москве, и при этом мы нигде не ставим камеры ради штрафов. Мы ставим только ради снижения аварийности. И, соответственно, у нас сегодня машин стало за 10 последних лет на 30% в Москве больше автомобилей, а смертность снизилась примерно на 700 человек. Два раза. Глава Дагестана выразил свою заинтересованность в представленном проекте и поблагодарил руководство Центра за готовность оказать помощь Дагестану. Когда мы составляем проект Дагестану, первый субъект Российской Федерации, где в течение 400 лет реализуется проектное управление. Первый вопрос, что мы хотим, это ясно. Второй вопрос, кто это будет делать. Третий вопрос, за какие ресурсы. Четвертый вопрос, какие этапы. Пятый вопрос, какой конечный результат. Вот этот проект, он должен быть расписан примерно по такой логике, чтобы когда он мне будет докладывать, чтобы мне было ясно, когда я буду народу докладывать, чтобы ему было ясно, когда он будет с горожалями, чтобы им было ясно. В завершении встречи стороны договорились о том, что специалисты Центра Организации Дорожного Движения помогут Махачкалинско-Каспийской агломерации организовать современное обеспечение логистических потоков в дагестанской столице. Минздрав подготовил очередной комплекс антитабачных мер на период до 2022 года. Кроме кратного увеличения акцизов, министерство выступает за расширение перечня мест свободных от курения и введение обезличенной пачки сигарет. Гражданам, которые родились после 2015 года, предлагается и вовсе запретить продавать сигареты. Как относятся к нововведениям в Дагестане, узнала Севрина Шамхалова. В Дагестане на смену обычным сигаретам приходят электронные или так называемые вейпы. Некоторые используют курительные гаджеты, чтобы избавиться от вредной привычки. По данным Минздрава, в республике курят 70% мужского населения, поэтому антитабачная концепция весьма кстати. В России, согласно последним данным, курит больше 43% населения и каждый год от этой вредной привычки умирает 300-400 тысяч человек. Последний антитабачный закон дал свои результаты, но сейчас на подходе новая антитабачная концепция. И по прогнозам экспертов, к 2033 году она поможет снизить число курящих на 25%. В нашей республике в последнее время большим спросом пользуются электронные сигареты. Еще немного и вейпы сместят по популярности кальяны. Правда, по цене электронные сигареты обходятся дороже, но даже несмотря на это курительные гаджеты покупают. Люди рассказывают своим близким, друзьям, и те тянутся к новому. Даже хотя бы попробовать, и кому это нравится, остаются. И я могу сказать, что у нас значительно увеличилась клиентская база. Мы оповещаемся о клиентах, о скидках, о приложениях. В дальнейшем мы планируем и Махачпале открыть еще один магазин. С сигареты курил уже, начал замечать, что начал много курить. Две пачки в день уже выходило, и уже чувствовал, что здоровье уже не то. Кашель разная. И перешел на электронные сигареты, как-то не жалею. И все пропало, да, и ощущения еще другие. Владельцы магазинов по продаже электронных сигарет, которые стали все чаще открываться в Махачкале, подтверждают, поклонников вейпов становится больше. Особенно после принятия антитабачных законов. Таким образом, заядлые курильщики нашли выход из положения. Ведь вейпы пока законом не запрещены, и на 95% безопаснее дыма, уверены потребители. Однако врачи сомневаются в абсолютной безвредности устройства. А старшее поколение модным гаджетам не доверяет еще больше, чем обычным сигаретам. Курение очень вредная вещь. Не то, что это табачное, другое, что-то, какую-то ерунду курят, всякое курят. Я очень не так отношусь с этой. Если даже было все это зависимо от меня, я бы очень строго к этому. Но многие родители очень слабо к этому относятся. Если новую антитабачную концепцию утвердят, то в нашей стране появится экологический налог. А еще значительно сократится список мест, где можно будет курить. Продвижение табачных брендов станет и вовсе нерентабельным. Разрешат ли новому поколению пользоваться электронными сигаретами, пока не ясно. Как, впрочем, и то, будет ли вообще принята эта концепция. Северина Шамхалова, Руслан Салихов. Время новостей. На сегодняшний день в Дагестане 214 гектаров посадок в условиях защищенного грунта. В теплицах сажают огурцы, помидоры и цветы. К примеру, крестьянско-фермерское хозяйство «Нигмат» ежегодно выращивает порядка миллиона зеленых насаждений, которые потом украшают дома и улицы жителей республики. Продолжит Раим Абдулаева. Эта теплица на окраине Махачкалы масштабными размерами не отличается. Ее площадь всего 25 соток земли. Зато это настоящий оазис цветов. Когда за окном январьский холод, милое дело оказаться вот в таком вот цветнике. Меня окружает петуня, цветущая бегония или вот такая вот красочная герань ампельная. Мы находимся в крестьянско-фермерском хозяйстве «Нигмат», который ежегодно выращивает около миллиона зеленых насаждений. Ну кто сказал, что цветы любят только женщины? Вот уже три года выпускник Дагестанского аграрного университета Магомед Магомедов выращивает анюткины глазки и тюльпаны. Чтобы повысить свои знания в области тепличного производства, молодой агроном прошел специализацию в Ставрополье. Полученные знания успешно применяет на практике. Мы как бы первые в Дагестане, кто этим начали заниматься. Один из первых в таких масштабах. И когда мы начали его сажать, первые результаты, когда дало, становилось все интереснее и интереснее. Хотелось больше разнообразить. Любимые, ну как бы классические, да, вот эти петунии. Ну для меня вот бегония очень цветущая от того, что она очень стойкая. Она не такая капризная, ее можно посадить. И она долго выдерживает температуру, высокие температуры. И дольше она как бы сохраняет свой куст. Руководитель тепличного хозяйства «Нигмат» Салатгири Имашев молодым специалистам доволен. Выращенные в торфяном субстраде цветы и даже деревья, а тут если пальма, радуют глаз. В городе, когда постоянно бываешь, настроение не очень-то хорошее. Захожу в теплицу, совсем другое. Когда видишь, что-то цветет, то, что ты сам посадил, сходы дает. Это каждый раз радует. Кустарники и цветы, выращенные в Ленинкенте, украшают дома и улицы дагестанцев. Существенную помощь в развитии тепличного хозяйства Салатгири Имашев ощутил после получения в 2014 году субсидии от государства, как начинающий фермер. В планах сельхозпроизводителя – дальнейшее развитие производства. С большими объектами, которые мы сделали, в Дагестане этот Ботлихский войный городок полностью мы благоустраивали. Хоть у нас Дагестан более зеленый, но в самих населенных пунктах, в самих городах очень мало зеленых наслаждений по сравнению даже с другими городами России, не считая Европы. Правда, пока развитию мешают проблемы с названными Салатгири Имашеву, в общем-то, сталкиваются все фермеры. В первую очередь в Дагестане нет квалифицированного агронома. Хоть все говорят по защищенному грунту. Это не только по цветам, я и по овощам тоже говорю. Вторая проблема у нас – газ передается очень с перебоями. Из-за этих перебоев у нас получилось, до этого у нас здесь были другие цветочные наслаждения. Есть болезнь, когда идем в Газпром, регион газ, они ссылаются в какие-то аварийные ситуации или что-то там, ну, на себя ответственность не берут. Но они любят, когда мы перерасход газа делаем, заключили договор, например, именно по нашему хозяйству, был заключен договор на определенный объем газа. Ну, мы больше расходовали, а на большую часть они поставили нам коэффициент 1,5. Для сельскохозяйственных работников, для тепличников это очень трудно. А вот и новые посадки. Это тюльпаны, которые расцветут к 8 марта. Работники тепличного хозяйства «Нигмат» предпочитают дарить своим женщинам цветы, выращенные своими руками. Ну, вот к 8 марта мы посадили тюльпаны собственного выращивания. И надеюсь, что они созреют, и я подарю их своей супруге.